Здравствуйте, это Анатолий Радченко. Давно не виделись, были дела, так сказать. Да и на самом деле особо рассказать было нечего. Трамп выиграл, рынок пошел вверх. И в принципе, что я ожидал, то и произошло. Такое тоже бывает. Но впереди у нас повышение ставки в Америке 19 декабря, если не ошибаюсь. На самом деле неважно. Уже все перемололи все косточки этому событию, все уже все обсудили, все уже все знают, все стали уверены, что ставки повысят, все вроде хорошо. Но тем не менее, мнение, которое я, не знаю, коллег, не знаю, или блогеров еще читаю в интернете, мне кажется, какое-то слишком попсовое. Ну, то есть оно суперпопулярное, оно без какой-то, знаете, изюминки, пресное, непонятно. Все говорят одно и то же. Это примерно как комментировать саммит ОПЕ, который произошел. Одно и то же все говорят. Вот они договорятся, нефть соблюдать не будут, нефть пойдет вниз. А вот они не договорятся, нефть пойдет вниз. Вот, не знаю, что там рассказывается, какие-то гадалки, и там, соответственно, мой аналитический разум совершенно бессилен с тем, что происходило с нефтью. Но сегодня я увидел одного знакомого пост в Фейсбуке по поводу того, что он держит шарты в банках. И, ладно, там есть некоторые ребята, которые держат шарты в индексе S&P 500, называя это пузырь. Тут особо обсуждать нечего. Но он вырос и будет дальше расти. Там волатильности-то большой нет. А вот в банках ситуация немножко другая. Они уже отмахали процентов по 20, там тот же Goldman Sachs. И теоретически с такой волатильностью, ну, могут и упасть, могут и вырасти. И здесь нужно понимать, на что реагируют банки, в преддверии чего они так сильно растут. Стоит ли их шортить или не стоит шортить, или брать лонг по ним позицию. В общем, вопросы есть какие-то. Есть актив, который двигается, и он, соответственно, какие-то мысли невольно появляются по поводу этого. То есть, почему растут банки? Для банковского бизнеса всегда хорошо, когда ставка выше. Соответственно, банки в том числе зарабатывают на кредитах, на облигации. Все это привязано к ставке. Чем выше ставка, тем маржинальнее бизнес у банка. Тем они могут размещать свои деньги намного эффективнее. Из ожиданий того, что было в этом году, вы скажете, ну, блин, ну ожидали же, что ставку поднимут 4 раза. Почему банки не росли? Ну, во-первых, ставку не повышали. Во-вторых, не было каких-то таких мер очень серьезных, которые могли, так сказать, закрутить вот эту инфляционную спираль. То есть, не было какого-то такого толчка, который пришел с Трамп. Трамп пришел, хотя вот мне кажется, что его силы по взвинчивой инфляции сильно переоценивают. И одно из тех вещей, которые он хочет сделать, мы не будем брать вот эти популистские темы с возвращением производства айфонов в Америку или еще что-то. Возьмем, наверное, то, что вероятнее всего может произойти. А это непосредственно траты на инфраструктуру. Траты на инфраструктуру – это не что иное, как вертолетные деньги, о которых как раз все и говорят. То есть, государство делает большие заказы, строит кому-то нужные, кому-то ненужные мосты. И чем больше по стоимости эти объекты, тем лучше нанимают работников. Соответственно, работнику повышается заработная плата и вообще повышается заработная плата. И вообще деньги появляются у них, они их начинают тратить. В общем, это дает достаточно резкий скачок инфляции. Но если мы посмотрим на суммы, которые Трамп хочет инвестировать, я точно не помню, но это что-то в районе 500, по-моему, миллиардов. Если я комментарии смотрю, вы можете написать, если вы уточните, вдруг я что-то здесь путаю. Куе было по 60 миллиардов в месяц. Потом еще было одно Куе по 60 миллиардов в месяц, по 80 миллиардов. А тут раз, единоразовая такая инъекция должна сильно повысить инфляцию. Соответственно, практически ни у кого не возникает сомнений о том, что ставку поднимут уже в декабре. Потому что Фед говорил о каких-то двух параметрах. Это безработица и инфляция. Инфляция уже приблизилась к 2%, безработица дошла до 5% на то, что они таргетировали. И по факту у них не остается никаких вариантов, чтобы поднять ставку. Но я бы вообще не был так уверен, что в декабре это они, в принципе, могут сделать. Какие могут быть исходы в декабре? Вот я вот продумал этот момент. Первое. Это они повышают ставку и делают жесткие комментарии о том, что инфляция действительно скакнула. Пусть на тех же даже и словесных интервенциях, каких-то и комментариях Трампа. Но, в общем, повышают и жестко комментируют. Повышают, слабо комментируют, не повышают и жестко комментируют, что мы обязательно повысим ее чуть ли там не в январе. И не повышают ставку и делают слабые комментарии, говоря о том, что все в порядке. Последний вариант за неимением какой-то логики я его просто исключаю. У нас остается, на самом деле, больше два варианта абсолютно реальных. То есть вероятность этого я расцениваю как больше, чем 50%. Значит, их стоит обсуждать. Это повышают ставку и дают жесткие комментарии. И повышают ставку и дают слабые комментарии. Не повышают ставку и дают жесткие комментарии. Это маловероятный вариант. Это так называемый Black Swan, хотите, или что-то Force Majors. Что произойдет, если они не повысят ставку и дадут жесткие комментарии по поводу того, что они будут ее повышать дальше? Это вызовет, в первую очередь, движение очень двух активов, таких групп активов. Первое – это золото. Если вы посмотрите, с момента прихода Трампа золото отлично пикирует вниз на ожидание повышения ставки. Это рост доллара, это небольшой рост инфляции. Если, соответственно, инфляция сильно растет, золото туда присоединяется. Но при слабом росте инфляции золото показывает отрицательную динамику, потому что курс растет доллара, золото торгуется в долларах. И поэтому, если ставку не повысят, то золото будет, наверное, одним из таких активов, который даст хороший моментум трейд. То есть, если вы планируете, что ставку не повысят, то есть такой планируете черный лебедь, и если золото делает какая-то некая плата за это время, то есть какую-то поддержку, что можно будет, скажем, накопить позицию, или вы выгодно можете купить опционы на золото, или купить, скажем, волатильность на золоте, хотя, наверное, она волатильность-то уже и так высокая. Но, тем не менее, тоже стоит все изучить, я детально не смотрел. Это очень неплохая ставка. При повышении ставки с жесткими комментариями золото дальше будет идти вниз. И сейчас уверенность рынка непосредственно такая, что будет повышение, и сразу уже закладывается повышение в следующий год минимум, там первая половина года, минимум еще два раза. Поэтому рынок сейчас ожидает, что ставку повысит и дадут жесткие комментарии. Поэтому я допускаю, что даже при повышении ставки и слабых комментариях золото может отреагировать вверх. Все, наверное, здесь понимают, что такое слабые комментарии. Еще раз, это так называемый довыч, да, голубиные комментарии. Говорят о том, что вот мы ставку повышаем, но пока еще посмотрим, планов никаких нет, инфляция спокойная, там безработица тоже нормальная, рабочие места сильно не растут, все в порядке. Вот если такие комментарии будут, скорее всего, первая реакция, которую тут алгоритмы читают все эти новости, это будет золото вниз. И если такое будет происходить, параллельно, когда ставку объявят, то, что они ее повысили, параллельно смотрим, соответственно, краем глаза в твиттер, смотрим, что за комментарии они дают. И если видим какую-то силу в золоте, что оно там восстанавливается, что оно, скажем, отритресило, пусть там те же 50%, мне кажется, что это среднесрочно хороший такой лонг по золоту. У нас получается, что 19-е число… Какая будет ставка, Лех? 14-го, начало седания. 14-го, начало седания? 15-го, да? 15-го у нас будет ставка уже на следующей неделе. Теоретически, если все это срабатывает, можно оставить это все на даже выходные. Теперь тот вариант, который ждает рынок. Повышают ставку и делают достаточно жесткие комментарии. На этом точно отреагирует золото 100% первичной реакции вниз. Но это, возможно, будет служить тем, для того, чтобы закрывать позиции. Потому что оно покажет отрицательную нулевую динамику. Тогда оно не предоставляет особого интереса для торговли, потому что ярко выраженного какого-то тренда вряд ли может быть. Комментарии могут быть очень жесткие, но я не беру крайности. Поэтому золото при, так сказать, ястребиных комментариях и при повышении ставки смотреть не стоит. Это, наверное, тот актив, который просто болтается. Но до того момента, когда ставка придется, сегодня, завтра, послезавтра, на следующей неделе несколько дней, золото будет снижаться. То есть уже будут закладываться вот эти новости, о которых мы сейчас говорим. Это истребиные комментарии и повышение ставки. Поэтому даже если мы посмотрим сейчас график золота, я смотрю ETF от GLD, там 110.92. Вот он уже даже, кстати, гэпает немножечко, там 111.60 он был, сейчас 110.85. Я думаю, даже продавая в пол, продавая в пол и держа какой-то разумный трейлинг-стоп в рамках среднего колебания ATR, можно прокатиться несколько дней. Усиливать позицию как-то, я думаю, смысла не стоит. Сплеска какого-то ждать тоже не стоит. Но если вы приверженец спокойного, скажем, тренда какого-то и имеете достаточно конфиденса вместе с рынком, что ставку повысит и жестко, то это достаточно интересный трейд будет. Теперь о банках. Я уже сказал, любое повышение ставки – это хорошо для банковского бизнеса. Да, туда закладывают достаточно много, что ставку будут повышать не единожды, и банки выросли на ожидании того, что цикл повышения ставок начался. А что должно было начаться в этом году, начнется, соответственно, в следующем году. И банки будут, для кого не секрет, Америку не открою, сильно волатильны в эти дни. Также можно посмотреть еще, кстати, компании домостроительные. Свяжу быстренько там график. Ну, там тот же KBH, MDC. Вы видите, что они тоже примерно, как и банки, очень неплохо на это реагируют. Реагируют на повышение ставки также ипотечные все брокеры, там Фенни и Фредди Мак. Они, правда, торгуются на OTC. Но, тем не менее, если у вас есть доступ к OTC, вы можете посмотреть, какая последняя динамика там была. Я не рекомендую продавать банки. Объясню, почему. Потому что банки находятся уже, большинство all-time high, большинство финансовых компаний вышли из своего рейнджа. И теоретически не очень понятно, куда можно поставить там 100. То есть, шортить банки в повышение ставки нет. Но если, если есть какая-то определенная вероятность, что ставку не повысит. Не повысит, но пусть дадут жесткие комментарии. Это будет очень мощный шорт по всем банкам. И, соответственно, что я буду делать в момент оглашения ставки? У меня будет на одной руке вот здесь золото, на другой руке будет баскет финансов. Соответственно, если ставку не повышают, я сразу делаю шорт финансов. Возможно, даже лонг золота. Скорее всего, я не буду это делать, но я сделаю точно шорт финансов. Если ставку, соответственно, повышают, то здесь просто нужно, не знаю, подождать, посмотреть. Может быть, что-то будет интересное. Есть слишком много-много, которые сейчас сложно поддаются комментариям. Крыс Америки, я думаю, мы разобрались. Я достаточно популярно объяснил, что будет происходить и что нужно делать, и как это нужно делать. Следующий момент – это в Европе. В Европе вчера было заседание ИЦБ. До этого был референдум в Италии по поводу, кто придет к власти, а по факту это будет декапитализация банков или не будет декапитализация банков. И они показывают достаточно странную динамику. Соответственно, в Европе, в которой инфляция практически 0%, и евро падает, мы видим, что ETF и EWI, это ETF, iShares Italy, очень сильно вырос. Я даже сейчас скажу точно, сколько он вырос. Секундочку. С момента. Он был там 21-24, чуть ли там 15%. Очень много. Выросла также Германия. Тут есть тоже объяснение. Некоторые пытаются шортить Италию, типа вроде референдум не прошел. Тогда почему, соответственно, Италия растет? Все говорят, что это необоснованный рост. Я постараюсь объяснить, что Германия растет отчасти из-за поднижения евро, о том, что Германия это, в первую очередь, экспортная экономика. Если вы посмотрите индекс DAX, практически все компании, которые туда входят, они не относятся к финансовому сектору. По-моему, там из финансового сектора, коммерсбанк и какой-то еще иншуранс. Иншуранс точно не помню. Но, в общем, там финансового сектора практически нет. И DAX это индекс производителей, машинери, индустриал и так далее. И при понижении евро товары на мировом рынке становятся более конкурентными. И, соответственно, рынок именно так и реагирует. За последнее время мы также видим рост доходности и американских облигаций, и европейских облигаций. Но раз евро дешевеет, не очень выгодно инвестировать непосредственно в европейские активы. Вы, по факту, будете терять на евро. Следующий момент, то, что Драги сказал, что типа QE может оставаться достаточно долго и непонятно сколько. Это тоже дает какую-то... Вот там. Вот, заработал. Мы вернулись. А какой вывод нужно из этого сделать? Это не шортить Италию. Как бы не шортить Италию. Это... Сильные тренды. На рынке сейчас очень мало объема. Как бы объем, он очень такой флеш-моментный. И активы могут показывать, те, которые вроде показывали обычную динамику, могут показывать сумасшедшую динамику. И против тренда вставать сейчас очень опасно. Особенно, когда тренд идет в секторе, либо, допустим, в регионе, в индустрии. И как идея, конечно, банки за шорты в Америке или за шортить итальянский индекс, это можно, но нужно иметь либо сильную уверенность, либо большие яйца, либо много денег на стопы. Ну, соответственно, очень не хочется под конец года отдавать какие-то прибыли, которые были заработаны на том же Трампе, когда он пришел. И поэтому я считаю, что шортить банки можно только в том случае, если ставку не повысит. Отчасти что я в целом жду на американском рынке? Если вы посмотрите мои предыдущие видео, я говорил такую фишечку, что, скорее всего, рынок пробьет хай, потом он сделает совершенно классическую тему, отобьется, будет ретест, соответственно, сопротивление и пойдет вверх. Такую картину вы можете видеть на спае как бы уже, но мне кажется, очень слабо рынок вырос до того, как сделать этот шейк. Поэтому, скажем, как-то среднесрочно я жду рост и потом ретест вот этих вот максимумов, которые мы пробили. Теоретически, конечно, все может превратиться там в тренд и дай бог, ну а кто я такой, чтобы судить или угадывать. Но ретест, вот сильный импульс и ретест предыдущих максимумов даст огромное топливо для большого роста. То есть если будет вот именно так, не как сейчас, чуть-чуть вниз и потом вверх, хотя вы уже увидели даже после этого сильный импульс. Если вы будете видеть вот после этого роста опять тейтест и опять сильный рост, то здесь уже можно говорить о движении, я не знаю, за ближайшие 2-3 месяца 10%. Это, конечно, очень оптимистичный прогноз, но это, может быть, не точные цифры, но я хочу, чтобы вы поняли, насколько большое движение может, в принципе, ожидаться на рынке. Еще из-за того, что там, что недавно Трамп ляпнул про биотехнологии, что он займется ценами на биотехнологии, я не думаю. На самом деле, вот под этот шумок, под Трампа, многие люди делают разные грязные делишки на Уолл-стрит, Трамп не любит Уолл-стрит, и многие его обещания, я не думаю, что они произойдут. И то, что сейчас как бы есть, не знаю, вот эти вертолетные деньги в расходы на инфраструктуру, ну очень малая вероятность, что они дадут такой большой скачок инфрации. Рынок их абсорбирует с очень большой удовольствием. Еще опять же момент, допустим, инфляция начнет расти, соответственно, доходность по облигациям будет расти, и, понимаете, вот тот экономический рост, который появится из трат на инфраструктуру, тот экономический рост, который будет давать экстра какой-то доход в бюджет, экстра какие-то траты, да, там, де-факто, он будет абсорбироваться растущей доходностью американского долга. Американский долга тоже есть, и, соответственно, если растет инфляция, по нему стоимость обслуживания у него тоже растет, и вот этот вот экстра рост будет потихонечку, как губка, впитываться вот этим ростом доходности по облигациям. Многие говорят о том, что, да, то, что из того, что я видел, что нас ждет стакфляция какого-то вида. Здесь очень сложно, наверное, утверждать, да и не особо понятно. Я думаю, что еще за новогодние вот эти праздники, за январь что-то может сильно измениться. По факту я не очень верю, что Трамп запустит экономику. Я не верю особо, что будет слишком жесткое увеличение ставок, вот просто цикличное, допустим, в декабре, потом там в январе, потом там, не знаю, когда там еще, там, март, да, по-моему, после января идет по ушей ставки. Не совсем мне это верится. Поэтому, вот, вывод какой получается. Поэтому, скорее всего, будет повышение ставки со слабыми комментариями, с такими, с голубинами, с голубятами. И это может помочь как бы росту какого-то золота, да, и это может помочь достаточно там какой-то небольшой коррекции в банк. И если вы как бы сидите в банке в шорт, то на этой коррекции абсолютно стоит 100% выходить. Вот. Все. Тогда на сегодня все. Буду стараться выходить намного чаще в эфир. Надеюсь, вам понравилось. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok